Мир глазами казахстанских детей показали французской публике. Около 40 работ юных художников с особыми потребностями представили в посольстве нашей страны. Самые сочные краски и вполне зрелая техника. Сложно угадать возраст авторов работ. Самому юному из них всего 7, старшему 16. Язык живописи универсален. Представленные здесь художники имеют ограниченные физические и неограниченные творческие возможности. Детские таланты оточены профессиональными преподавателями. В рамках занятий, организованных благотворительным фондом Айлаган Алахан. На самом деле работы впечатляют детей. Я думаю, что даже взрослые не могут так рисовать, как дети с ограниченными возможностями. Поэтому это уникальное творчество, уникальные работы. Все дети талантливые. Как говорил Пикассо, что каждый ребенок это художник. Поэтому детям очень важно самовыражение. И, думаю, искусство это уникальная возможность для самовыражения. Я думаю, что выставка в посольстве это что-то, что могло бы вдохновить нас, французов. Когда дипломаты за границей продвигают детское творчество, это невероятно. Для детей и их родителей такие моменты становятся возможностью выразиться через творчество. Дети из обычных школ, спецшкол и интернатов разных регионов страны в период пандемии обучались рисованию онлайн. Команде фонда Айлаган Алахан удалось благодаря этому сначала провести серию выставок в Казахстане, а затем запустить проект уже на международном уровне. Выставка стала хорошим поводом представить еще одну творческую работу, на этот раз франко-казахстанской группы. Народная сказка «40 сыновей Ауэсхана», переведенная на французский язык еще в 1982-м, была переложена в видеоформат. Этот проект был реализован при поддержке меценатов. Скоро сказка появится в открытом доступе на трех языках – французском, казахском и русском. И сказка была так сделана благодаря также одной молодой студентке, которая учится в Ангулеме на мультипликатора. И благодаря ей, ее творчеству, вот эта сказка приобрела такое значение визуальное. После показа в Париже рисунки отправятся в турне по Европе, где будут также представлены в посольствах нашей страны. Подобные выставки Казахстанский благотворительный фонд уже провел в Арабских Эмиратах, Индии и Латвии.